Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни Прогноз Погоды. О метеорологической обстановке в нашей стране расскажу вам я, выпускница Казахстанской медиа-академии Алина Бельфер. А в конце выпуска вы узнаете о полезных свойствах чечевицы, но сначала о погоде на 12 марта. В городе, расположенном на побережье Каспийского моря, Актау, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 13-14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут плюс 6-8, днем плюс 12-14 градусов выше нуля. Высокая влажность воздуха 85%, атмосферное давление выше нормы 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойно, 2 балла из 8. В октябре пасмурно, преимущественно без осадков. Тем не менее, температура воздуха стабильна в плюсовом диапазоне, плюс 2-3 градусов. Ночью, днем плюс 5-7 выше нуля. Порывистый юго-западный ветер усилится к вечеру 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, что незначительно превышает норму. Относительная влажность воздуха составит 90%. Геомагнитное поле без возмущений. 12 марта в Атырау, городе, расположенном на стыке Европы и Азии, переменная облачность. Возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха также в плюсовом диапазоне. Ночью плюс 2-3 градуса. Днем же прогреется до 11-13 градусов. Во второй половине дня ожидается усиление порывов восточного ветра, сила которых достигнет до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, что свидетельствует о незначительном повышении показателей. Влажность 85%. Геомагнитное поле спокойно. В шахтерской столице страны Караганде в понедельник 12 марта пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Облачность сохранится на протяжении всего дня. Показатели термометров составят ночью минус 1-2. Днем плюс 1-2 градусов. Порывы юго-западного ветра усилятся в вечернее время 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы 720 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 85%. Геомагнитные показатели без возмущений. В городе Кокшетау в понедельник 12 марта пасмурная погода. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Небо весь день затянуто тучами. Ночью 0-1 градус. Днем плюс 2-3 градуса выше нуля. Скорость усиливающегося к вечеру юго-восточного ветра составит 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 85%. Будьте осторожны в пути, возможно, гололедится. В Кустанае сохраняется пасмурная погода с дождем. Ночью 0-1. Днем плюс 3-5 градусов выше нуля. Порывы южного ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Высокая влажность воздуха 85%. Геомагнитное поле без возмущений. В Кызларде 12 марта ожидается ясная погода без осадков. Ночью плюс 1-2 градуса. Днем температура воздуха прогреется до 14-16 градусов. Возможно усиление западного ветра до 6-7 метров в секунду. Геомагнитное поле в пределах нормы. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 80%. Павлодаре 12 марта, как и на протяжении всей недели, пасмурно. Возможно остатки в виде снега с дождем. Температурные показатели составят ночью минус 5-6 градусов. Днем плюс 1-2 градуса, выше нуля. Юго-западный ветер порывами до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойно. Сохранится высокая влажность 85%. В северном регионе нашей страны, городе Петропавловске, в понедельник 12 марта, также облачная дождливая погода. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13-15 метров в секунду. Ночью от 0 до минус 1 градусов. Днем плюс 1-2 градуса, выше нуля. Относительная влажность 85%. Геомагнитное поле в пределах нормы. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На дорогах, возможно, гололезится. Будьте осторожны. 12 марта в Семее пасмурно. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Столбики термометров ночи опустятся до минус 2-4, плюс 2-4 градуса днем. Порывы южного ветра могут достигать 10-11 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 85%. В самом древнем городе страны, в теплом южном Таразе, 12 марта сохраняется переменчивая погода. В течение всего дня ожидается дождь. Ночью температура опустится до плюс 5-6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15-17 градусов выше нуля. Легкий теплый южный ветер до 6-7 метров в секунду лишь добавит вечеру очарование весны. Относительная влажность 75%. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле в пределах нормы. 12 марта в западном городе нашей страны, расположенном сразу на двух континентах, Европе и Азии, Уральске, как и на большей территории страны, ожидается пасмурная, преимущественно без осадков погода. Ночью от нуля до плюс 1 градусов. Днем температура воздуха прогреется до плюс 4-6 градусов выше нуля. Восточный ветер до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Повышенная влажность 95%. Город Нейртыше, Усть-Каменогорск, также во власти весенней пасмурной погоды. Возможны осадки в виде дождя. В темное время суток высока вероятность выпадения снега. Столбики термометров покажут минус 1, минус 2. Ночью днем плюс 1, плюс 2 градусов выше нуля. Возможно усиление порывов юго-восточного ветра во второй половине дня до 11-12 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 80%. В южной столице городе Алматы 12 марта ожидается пасмурная погода. Высока вероятность выпадения осадков в виде дождя. Температура воздуха плюс 10, плюс 11 градусов ночью, плюс 13-14 днем. Ожидается ветреная погода. Западный ветер усилится к вечеру. Порывы до 12-13 метров в секунду. Относительная влажность 75%. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле в пределах нормы. В северной столице нашей страны Астане, как и в большинстве городов нашей страны, ожидается пасмурная погода. Возможно, незначительные осадки в виде дождя, переходящего снег. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-16 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от нуля до минус одного ниже нуля. Днем плюс 1, плюс 2 градуса выше нуля. Высокая влажность воздуха 85%. Атмосферное давление выше нормы. 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойно. 2 балла из 8. В любую погоду заботьтесь о себе и своих близких. В холодные и морозные дни помогайте своему организму. Включите в организм полезные продукты. Например, чечевицу. Польза чечевицы огромна. Это питательный продукт, который разнообразит ежедневный рацион и поможет избавиться от проблем со здоровьем. Чечевица богата аминокислотами, минералами и витаминами. Продукт обладает удивительным свойством. В нем совершенно не накапливаются токсичные или вредные вещества. Поэтому чечевицу можно смело именовать экологически чистым продуктом. Данную злаковую культуру можно назвать сокровищницей полезных веществ. В ней содержится йод, медь, цинк, магний, марганец, молибден, кабальт, бор, жирные кислоты группы омега-3, омега-6, витамины А, группы В, С. Благодаря огромному содержанию растворимой клетчатки улучшается пищеварительный процесс, снижается риск онкологических заболеваний. Чечевица богата железом и фолиевой кислотой, столь необходимой для беременных. Употребление чечевицы способствует повышению иммунитета, налаживанию функционирования работы мочеполовых органов и улучшению обмена веществ. Включайте в свой рацион только полезные продукты и оставайтесь с нами. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница казахстанской медиа-академии Алина Бельфер. Будьте здоровы! Конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», «Метеопрогноз», «Облачная кухня».